Здравствуйте! В эфире программа «Тема недели» и я, ее ведущая, Ольга Уланова. Город Гатчина может стать столицей Ленинградской области. Как это скажется на развитии города и что об этом думают гатчинцы? Информация о том, что небольшой город, расположенный в 8 километрах от южной границы Петербурга, может стать столицей крупного региона, появилась в понедельник. А уже во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции, посвященной первому году его работы на посту главы региона, пояснил, что идея появилась после президентского совета по науке, который проходил в Институте ядерной физики, расположенном в Гатчине. Мы увидели, что есть реальная возможность сегодня привлечь федеральные инвестиции. Первое, под развитие фарм-кластера с развитием именно ядерных компонентов, ядерной медицины, все, что связано с производством оборудования, все, что связано с использованием ядерных технологий. И вы знаете, что мы в порядке экспериментов Российской Федерации определили, как фарм-кластер. Второе, это то, что мы увязываем ПИА с Центром по нанотехнологиям с Чубайсом. Третье, то, что мы увязываем развитие нескольких промплощадок, в том числе, кстати, подтаскивание китайских инвесторов в Гатчинский район для развития технопарков. Глава региона отметил, что Гатчина обречена на интенсивное развитие. В то же время существуют проблемы с размещением административных структур. Под решение депутатов, выделение им помещений, мы вынуждены ряд своих комитетов, ряд специалистов передвигать в другие, так сказать, здания, но наши здания не резиновые. Сегодня региональные власти занимают в историческом центре Петербурга, в частности, здание на Суворовском проспекте 67, площадью 15 тысяч квадратных метров, и на улице Смольного, дом 3, а это еще 21 тысяча. Между тем, по данным газеты «Ведомости», для переезда потребуется от 80 до 100 тысяч квадратных метров. Для размещения областных структур можно приспособить уже существующие в Гатчине здания, однако наверняка потребуется и строительство новых. Переезд большой достаточно армии чиновничьего аппарата из одного места в другое привлечет в необходимое средство новых офисных знаний, новых дорог, новых объектов инженерной инфраструктуры. Строить, видимо, придется не только административные здания и дороги, но и культурные, спортивные и другие объекты. Ведь столица должна быть столицей, да и жилье, причем не худшего качества, явно понадобится. Кстати, мировая практика, примеры появления столиц, в том числе и региональных, знает. Гатчина же может получить новый толчок к развитию. Это рабочие места, это улучшение логистики, это неплохо и для Санкт-Петербурга, поскольку тот транспортный кризис, в котором город преманентно находится, будет в известной мере хотя бы частично смягчен. В то же время эксперты отмечают и минусы. Один из них – это проблема по оптимизации расходной составляющей. С учетом наших долгостроев, коррупционной составляющей, косности и бедности архитектурной мысли, мы рискуем опять вписаться, условно говоря, в новую «Зенит-арену» либо вторую сцену Волинского театра, которая пересматривается. Сметы растут безумно и дальше, и дальше. Не хотелось бы, чтобы архитектурные ошибки или финансовые проблемы нарушили гармонию уютной Гатчины и ее богатой истории. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что пока эта идея больше похожа на некую фантазию. Кроме того, переезд областного правительства в Гатчину создаст ему трудности в работе. Поскольку Гатчина не центр, здесь есть трудности транспортного сообщения и многие другие. Жителям Гатчи, на которых опросили корреспонденты БН, идея властей также нравится. Мы были бы все в восторге, если бы так было, но мы надеемся, что после этого последуют капитальные изменения во внешности нашего города. Во всех крупных городах, которые являются столицами государства, областей, происходит больше каких-то культурных событий, мероприятий. Больше денег выделяется из бюджета на ремонт всяческих дорог, всего. Чистый воздух и обилие зелени отмечали все местные жители. По сравнению с Петербургом, исторический центр которого находится всего в 40 километрах от Гатчины, здесь действительно дышится легче. Довольны жители и социальной инфраструктурой, и транспортом, но есть и свои проблемы. Дороги, подъезды к городу, строительство, жилищное строительство, может быть какие-то предприятия здесь появятся у нас. Многие ездят в Петербург работать, а то будут здесь работать. Я думаю, что будет какой-то у нас дворец хороший, парк, театр, парк восстановят. Единственная проблема – дороги, сами знаете. Вот наша улица Подрядчикова, то яма, то канала. Дороги, в первую очередь. Красноармейский проспект там, видели какой? Все очень ужасно. Ну а так, хотелось бы, чтобы парк доделали все до конца. Спортивных комплексов, наверное, побольше. О необходимости развития спорта и, в частности, строительства стадиона говорили многие жители города. И это желание гатчинцев может исполниться уже в ближайшие 2-3 года. По словам Александра Дрозденко, власть региона уже ведут переговоры с Министерством спорта. Мы понимаем, что если у нас будет стадион нормальный, куда будут приходить зрители, где будет, как мы хотим, одно игровое поле, два тренировочных, нормальные там раздевалки, значит, тренажерные залы, так сказать, нормальные зрительские места, закрытые от дождя, то тогда мы сможем, может быть, вернуться к идее все-таки создания хорошей областной футбольной команды, не обязательно там топ-уровня, а может быть, там хотя бы уровня второй лиги. Если переговоры пройдут успешно, то, возможно, первый стадион станет тренировочной базой для одной из футбольных сборных, принимающих участие в чемпионате мира 2018 года. А вот с дорогами действительно проблема. В этом наша съемочная группа убедилась на собственном опыте. Практически все и окрестные дороги, и городские оставляют желать лучшего. Даже перед дворцом, куда ежедневно приезжают туристы, водители проезжают с опаской. А для потенциальной столицы, которая, к тому же, гордится одним из лучших в стране музеев-заповедников, такая ситуация вряд ли допустима. Расстраивает гачинцев и ситуация с железнодорожным переездом. По словам Александра Дрозденко, область давно готова его строить. Деньги, на первую очередь, уже зарезервированы. Но есть проблемы с железнодорожниками. Мы не получили своевременно проект Виадука. Обязательство по проектированию Виадука и прохождение госэкспертизы на себя брала Октябрьская железная дорога и их институт проектный. На сегодняшний день документы находятся в экспертизе. Власти области надеются начать строительство Виадука во второй половине этого года и ввести его до конца 2014-го. Станет ли гачина или иной город Ленобласти, столица региона, покажет время. Практически все эксперты отмечают, что прежде всего это политическое решение. Но если оно будет принято, то Ленинградская область явно обретет свое лицо. Вы смотрели тему недели. С вами была Ольга Уланова.